Сегодня в программе. Тигры бродят возле Анучина и не прячутся от людей. Вон еще два. Жители снеговой пади тонут из-за дождей. Эксклюзивные кроссовки украли во Владивостоке. И главная тема выпуска. Дети выпадают из окон. Как избежать трагедии? В окрестностях села Анучина бродят тигры. Их увидели автомобилисты, когда звери гуляли по одной из проселочных дорог. Вон еще два. Вон еще два. А вот он третий. Ой, четвертый. Мама дорогая. Тигров четверо. Увидев людей, трое сразу убежали. Четвертый зверь, как настоящая звезда, позировал перед камерой и убегать не собирался. Жители дома номер 27 по улице Анны Щетининой тонут во время дождей. В доме протекает не только крыша, но даже межпанельные швы. После ливня 30 июня, жалуются жильцы дома в соцсетях, у них перестали работать лифты. Каждый дождь – настоящая трагедия. Квартиры заливает. По словам людей, жалобы в управляющую компанию они относят постоянно, однако последняя бездействует. Кража века произошла во Владивостоке. У посетительницы фитнес-клуба увели кроссовки за 2000 долларов. Пострадавшая написала заявление в полицию, уже установлена личность подозреваемой и начались ее поиски. Вопрос, зачем девушка надела на занятия спортом эксклюзивные кроссовки, украшенные стразами, остается открытым. Лето – сезон падений из окон. Сильная жара заставляет родителей быть беспечными. Окна нараспашку, москитная сетка – жалкая преграда, она не выдержит веса самого маленького ребенка. Только за прошлую неделю во Владивостоке выпало из окон трое детей. Специалисты еще раз призывают – будьте внимательны к своим детям. Стандартные окна. Все дети, взрослые, знают, что ребенок дома нельзя открывать на полное окно. Но все равно ребятенок лазит везде. И работали у нас как-то сотрудники управляющей компании, делали трубы. И по незнанию, хотя я предупредила заранее, что окна открывать нельзя, но забыли ребята, окно открыли. А малой тут как тут, сразу же на стол, и возле окна он быстренько у нас оказывается. Поскольку я не слежу, естественно, за работниками, я не видела сразу, что окно открыто. Я просто захожу, открыто окно, нет ребенка. Испугалась жутко. Стала его искать по всей квартире, а он спрятался за шторкой. Живет семья Сверидовых на 23 этаже. Для двухлетнего Савелия по-прежнему нет никаких преград, чтобы залезть на окно. Однако с того дня на всех окнах в доме стоят замки, которые блокируют открывание окна. Стоит такой замок копейки от 100 рублей на специализированных сайтах. Но только он и ваша бдительность могут уберечь ребенка от падения. Тема разговора у нас с вами сегодня такая непростая. Вот скажите, пожалуйста, с чем связано такое количество падений детей из окон только за последнюю неделю? Ну, в связи с потеплением на улице, жарко, родители стали открывать окна, соответственно, забывая про то, что их маленькие дети могут каким-то образом попасть на открытое окно и выпасть из него. Жара. Жара. Ну, и некоторые недосмотры родителей. Что нужно делать родителям, какие меры предпринимать для того, чтобы минимизировать вот этот риск? Ну, в первую очередь, не забывать о том, что их маленькие дети могут быть подвержены опасности. И в первую очередь, чтобы дети их были под присмотром, не оставлять открытые окна. А если открывают все-таки они окна, то они должны быть как минимум открыты на 10 сантиметров и использовать ограничители детские. Кроме того, не забывать про то, что дети, оставаясь одни в квартире, то есть не оставлять детей без присмотра, даже на минимальный срок. Если ребенок 5-6-7 лет боится оставаться один дома, ни в коем случае его не оставлять одного, потому что ребенок, боясь, опасаясь, он может выглядывать в окно либо с балкона. И, соответственно, может случиться несчастье, ребенок может выпасть. Также хочется порекомендовать родителям не забывать, чтобы они не оставляли без присмотра своих маленьких детей с открытыми окнами в квартире. А какого возраста дети чаще всего падают? Это 3-4 года, 5-6 лет? Чаще всего это, конечно, младший дошкольный возраст, наверное, от 2 лет до 5. Бывает, конечно, и более старшего возраста, но в этом возрасте дети уже более взрослые, они как бы могут понять, какую опасность им может угрожать в случае открытого окна и падения с высоты. Чаще это младший дошкольный возраст. Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли какое-то наказание для родителей и какое в случае падения ребенка? Конечно, всегда рассматривается вопрос виновности родителя в то, что произошло. И есть такие два вида наказания. Это административное наказание, статья 5.35, часть 1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав несовершеннолетних. И уголовная ответственность. Это статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Уголовная ответственность в каком случае грозит? Если будет доказана вина родителя именно в факте оставления в опасности малолетнего ребенка. Скажите, пожалуйста, семьи, в которых дети выпадают из окон, вот получилось такое несчастье, это какая-то асоциальная семья, где мама употребляла алкоголь в тот момент, когда малыш находился один в комнате? Или это абсолютно нормальные, хорошие семьи, вот со здоровым климатом, вот просто мама недосмотрела? В общем-то, любая семья не застрахована от подобного несчастья. И, в принципе, любые семьи попадают в поле зрения именно по факту того, что ребенок выпал из окна. Это бывает как злопотребляющие родители, как и абсолютно нормальные, хорошие семьи, родители, которые, в общем-то, надлежащим образом ухаживают за своими детьми. Ну вот в какой-то момент забылись, отвлеклись и не обратили внимания, что либо забыли, в принципе, закрыть окно, либо просто не подумали, что может такое случиться, потому что ребенок, на первый взгляд, маленький. Они думают, что ребенок еще не может подняться на высоту подоконника и упасть случайно из окна. Дайте, пожалуйста, родителям профессиональный совет, как избежать того, чтобы ребенок не выпал из окна. Ну, в первую очередь, не забывать, что ребенок нуждается в постоянном уходе и присмотре. Если ребенок у вас уже начинает двигаться, то есть подрастает активно, обычно сейчас дети очень активны, они всегда могут залезть на те препятствия, которые раньше родители расценивали как недоступны для их маленьких детей. Убрать от подоконника стулья, кровати какую-то мебель, которая может помочь ребенку беспрепятственно добраться до подоконника. Если вдруг у вас все-таки остается открытым, и вы открываете открытым окно, то не оставлять без присмотра своего малолетнего ребенка. Потому что все рассчитывают, что никогда такого не было, он знает, что на подоконник нельзя, но вы не знаете, в какой момент ребенку станет интересно, что происходит за окном. Он может просто из любопытства, услышав какой-то звук, подойти, залезть туда, минуя все препятствия, и выглянуть из окна. Вот такие элементарные рекомендации. То есть советы очень простые, но тем не менее они помогут сохранить жизнь. Ну, я надеюсь, потому что, мне кажется, родители просто не могут рассчитать, что случится в случае, если открыт окно. На следующей неделе смотрите в программе «Оперативная съемка. Следственный изолятор. Месяцы ожидания за решеткой. Какая она? Жизнь в СИЗО». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова